Таллинн Мьюзик Уик Таллинн Мьюзик 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 уже речь зашла. И вот на встрече в Нарве присутствовали шведские владельцы коренгольдской мануфактуры во главе с влиятельным бизнесменом Матсом Габриэльсоном и бывший министр финансов Швеции Пэр Нудер тоже был на этой встрече. В чем заинтересованность шведов заключается? Ну, скорее всего, надо у шведов спросить. Но, насколько я понимаю, если они имеют недвижимость в Нарве, они вложили туда свои деньги, скажем так, свое время, да? Хотят и отдачу какую-то. Очевидно, они хотят какую-то отдачу, они хотят как-то это дело развивать. То есть просто так простаивающая недвижимость, которая никому вроде как не нужна, и в которой ничего не происходит, тоже неинтересна, да? Хелен, вы тоже на шведов серьезно рассчитываете в помощи и организации? Не кажется, если эти начинания будут воплощены в жизнь Нарве, то это будет международный проект, и связь Швеции, она, конечно, логична. И благодаря истории Нарвы, и владельцы Крингома, и Швеции, и я считаю, что международный план, он будет оставаться. У нас и немецкий посол присутствовал, и голландский, и посол Великобритании. Очень много различных представителей европейских стран у нас присутствовали на фестивале, и интерес международный, он уже присутствует, это понятно. И, конечно, нужно вот этот позитив передавать народу, и в культуре очень много уже есть, вот в этой области джазовый фестиваль, у нас опыт большой, и Роро-клуб, рок-клуб, тоже очень хорошее место. Ну и, конечно, Министерство культуры и ЭКО, все нам помогают. Ну вот, было в начале интервью сказано о том, что этот фестиваль должен быть с лицом Нарвы, и лицо Нарвы иногда у нас представляют достаточно однобоко в прессе. Вот по вашему мнению, какое это лицо Нарвы, каким оно должно быть, каким вы его хотите показать с помощью этого фестиваля? Нарва, Найку, Министерство культуры и ЭКО, для меня это возможность. Очень вдохновляющая среда, этот город, он особенный. И в течение последних месяцев мы все больше встречались с активными людьми из Нарвы, которые связаны с Нарвой, например, Иван. И это еще больше нас вдохновляет, идеи есть. И, конечно, вот такие вот великие идеи и начинания возникают в сотрудничестве. И понятно, что мы должны эту местную жизнь в своем фестивале воплотить. Вот есть фестиваль Угрия, например, в Нарве, очень интересная, уникальная история для всего региона Эдавирума. И все вот эти различные начинания мы хотим тоже воплотить в своем проекте. И Нарва в будущем для меня это европейский международный город. Эссенция, визион. И это наше видение, это то, что Нарва достоиня. Потому что, скажем так, если город на границе, то это по дефолту или по умолчанию означает, что накладываются культуры, друг на друга наслаиваются, которые находятся на этой границе. То есть конкретно в Нарвском случае это значит тогда русская культура и такая европейская культура. И это очень богатое наслоение. То есть здесь надо просто уметь это использовать, скажем так, эффективно. И я думаю идти оттуда. То есть я не думаю, что, несмотря на то, что Нарва всегда воспринимается как русскоязычный город Эстонии, это единственная вещь, о которой мы говорим. На самом деле Нарва, как я один раз уже говорил, это русскоязычная, скажем так, русскоязычная Европа для россиян, и в то же время безвизовая Россия для эстоноземельцев. И здесь как бы из вот этого слоения можно было бы очень многие вещи, именно культурные, взять. Так что надо просто придумать хороший способ. Ну а сейчас мы продолжим нарвскую тему и поговорим о создании там креативного бизнес-инкубатора и мультимедийного центра «Объект». Я так понимаю, город придает достаточно большое значение его строительству. И попрощавшись с главным архитектором Нарвой Иваном Сергеевым, а также Хелен Силдна, которая является инициатором проведения в Нарве крупного международного фестиваля, попрощаемся с переводчицей Екатериной Мадла, которая нам помогла в общении. Спасибо.